Декабрь 2005 года. Саянцы готовятся к новогодним праздникам. Наряжают ёлки, украшают дворы и магазины, подводят итоги года уходящего и строят планы на год предстоящий. О чём сообщало 10 лет назад Саянское телевидение, что смотрели зрители 10 лет назад. Традиционно в канун Нового года лучшие старшеклассники и студенты Саянска приглашаются на праздничный вечер в гостях у мэра. Но, к счастью, лишь название было слегка официальное, в остальном никакого официоза. Весёлая музыка, зажигательные танцы, забавные конкурсы и новогодние подарки. Почти 100 ребят и девчат, которых мэр города назвал золотым фондом Саянска, собрались на днях в развлекательном центре Европы. Это отличники и активисты, лучшие спортсмены, юные музыканты и художники. Все те, чьи дела и успехи в нынешнем году прославили Саянск. Мне запомнился уходящий год тем, что я заняла 24 ноября, был конкурс студент года 2005, первое место. И, конечно же, он был очень удачным и весёлым для меня. Уходящий год для меня был очень трудным, насыщенный разного рода событий. Это как победа в городском конкурсе в течение года, так и участие в областном. У меня встречалось очень много препятствий, которые я с радостью преодолевала. И надеюсь, что Новый год будет для меня ещё интереснее и ещё ярче, чем предыдущий. В этом году я стал чемпионом Иркутской области среди мужчин. Ну, 2005 год для меня запомнился яркими событиями, что я в октябре участвовала в научно-инженерной выставке, где мои работы заняли второе место. Ну, для меня это очень большое событие, так как я впервые принимала в таком областном конкурсе. Также отправляли работы на областную выставку. И я желаю всему своему коллективу домодетского творчества, и не только моему кружку, и всем кружкам, чтобы они также участвовали и принимали участие в всех конкурсах, побеждали и дальнейших успехов. Так позже все их желания исполнятся. Зажигай, чтоб так дело я знал. Зажигай, чтоб не погасло. Зажигай, звёзды мне в зине. Зажигай, сделано в России. Настоящим праздником для сладкоежек стала выставка продажа кулинарных и кондитерских изделий «Новогодний калейдоскоп». И действительно, это был настоящий калейдоскоп. Пирожные, торты, тарталетки, заливные, кулебяки – всего не перечесть. И перед тем, как приобрести продукцию кондитеров общества с ограниченной ответственностью «Союз-центр» в кафе «Виктория СПК Акинский» частных предпринимателей «Бреговой» и «Жироспаевой» ее можно было попробовать, продегустировать. Пожалуй, более всего пользовались успехом кондитерские изделия «Союз-центра», кондитеры которого представили на выставку более 25 наименований тортов и пирожных. Для сегодняшней выставки мы использовали дополнительное оформление новогодней тематики. Любые торты – шоколадный, лесная сказка, бабульник. В принципе, в рабочее время они оформляются по-другому. Новогодняя символика присутствовала в украшениях всех фирм, представлявших здесь свою продукцию. Зеленые елочки, непременные часы с замерзшей стрелкой на без пяти двенадцать, припорошенные снегом избушки и целой композицией с участием сказочных героев. Такие произведения искусства даже дегустировать жалко, настолько они красивы. Но все же попробовать хочется. Конечно, такие торты можно сделать и дома, но без специальных отделочных материалов они будут выглядеть немножко по-другому. Хотя хозяйки с фантазией украсят торт ничуть не хуже. Продавцы отдела частного предпринимателя Жироспаевой, представившие кондитерские изделия иркутского гастронома номер один, поделились с нами рецептом новогоднего торта. Основа этого торта состоит из бисквита. На него накладывается, пропитан этот торт маслом и взбитыми сливками. Сверху торт украшен сливками и натуральной пищевой мастикой. Все участники выставки были награждены дипломами и грамотами. Но главным признанием мастерства кондитеров и кулинаров стало то, что абсолютно все изделия были встречены на ура главным жюри – покупателями. Обучили пить снежную бабу, уходит своими новогодними корнями далеко в прошлое. Прежде всего, это забава, а фигуры из ольда и снега наделены чем-то мистическим. Хорошо, что у нас в Сибири много снега, крепкие морозы и неискоренимые традиции. Мы, поклонники всех праздничных ритуалов, тоже решили создать сказочный персонаж на удачу. Скульпторы, дизайнеры, знатоки анатомии и просто журналисты студии ОСТ и газеты «Новые горизонты» дружно крапели над воянием новогоднего чуда. Воялись чувством, толком, остановкой. Признаем, сначала хотели слепить снеговика. Не получилось. Не выходит одно, сделаем другое, вернее, другую. Снежная баба на русельце творяла зиму, гармонии человека и природы. Эх, холодно, однако. Зато на еще непределанную к туловищу голову будущей снежной леди можно примерить шапочки, какая к лицу будет. Вау! Красавица! Вытачиваем тело, придаем аппетитные формы, без которых баба, пусть и снежная, ну никак. Наша мадама – женщина модная, потому при маникюре и макияже. «Ах, боярня красотою лепа, червлена губами, бровми союзно. Чего ж тебе еще надо, собака?» Катание шаров и создание частей тела и снега – дело хлопотное, но веселое. И признаем, своим шедевром мы довольны. Скажите свои впечатления, когда вы наряжаете снежную красавицу. «Это шикарно, незабываемо. Самое шикарное – это ногти». Если кто-то скажет, что новогодних чудес не существует – не верьте. Главное – это хорошее настроение и не менее хороший повод. «Три-четыре! С Новым годом!» «Еще дублик?» «Три-четыре! С Новым годом!» «Плохо, надо все рассказать». «Три-четыре! С Новым годом!» «Три-четыре! С Новым годом!» «Три-четыре! С Новым годом!» Субтитры создавал DimaTorzok